дорогие друзья я приветствую вас из финляндии спасибо всем кто подписался на мой канал отдельное спасибо за лайки вам ничего не стоит а автору приятно итак начнем поговорим о безопасности я уже рассказывала что швеция для финляндии это как старшая сестра который завидуют который восхищаются и которые подражают опыт шведов финны тщательно анализирует и часто повторяют обновленные издания инструкции если наступит кризис или война от шведского агентства по чрезвычайным ситуациям будет разослано во все домохозяйства швеции 18 ноября этого года брошюра будет доступна на нескольких языках будет перевод на английский арабский персидский фарси украинский польский сомалийский финский манкили цыганский северный сами и южный сами но в отличие от предыдущего издания за 2018 год перевода на русский язык не будет по данным статистического управления швеции в 2021 году в стране проживало около 102 тысяч человек родившихся в россии или в других постсоветских странах это соответствует 10 процентам населения швеции вероятно шведы поняли что все русскоговорящие языкам обучены либо возможно шведские власти уже приняли как факт что все русскоязычные граждане страны случай нападения россии перейдут на сторону путина и им не нужно будет прятаться и выживать или возможно это просто официальная форма дискриминации русскоговорящих граждан швеции финляндия тоже опубликуется в интернете инструкцию населению на случай кризиса или войны это будет в ноябре мвд в финляндии говорит что цель инструкции не напугать людей а изменить привычное мнение что официальные власти всегда помогут люди должны сами проявлять инициативу так как в случае кризисной ситуации власти могут быть недоступны но вряд ли финская инструкция будет сильно отличаться от шведской поэтому я расскажу основные моменты все тайны становятся явным в брошюре говорится что военная угроза швеции возросла и страна должна быть готова к худшему вооруженному нападению призыву подлежат все граждане швеции в возрасте от 16 до 70 лет если будет принято решение о повышении боеготовности швеции военно обязаны должен зарегистрироваться по месту соответствующему его месту службы в военное время речь в брошюре по-прежнему идет о том как справляться с обычными кризисами такими как отключение электроэнергии или шторма какой запас еды воды нужно иметь как организовать отопление новым стало то что теперь в брошюре упоминается ядерное оружие и что делать случае ядерного нападения большое внимание уделяется и тому как поступать когда начнутся например прямые боевые столкновения на территории швеции новый раздел посвящен действиям случае воздушного налета или возможного воздушного нападения случае воздушного налета немедленно отправляйтесь гражданской убежище или другой защищенное место выбирайте ближайшие к вам убежище финляндия с 2003 года по моему многоэтажных домах всегда строится укрытие в мирное время там граждане хранят всякие вещи в кладовках а в случае нападения это будет укрытие подвалы гаражи и станции метро тоже служат укрытие в случае воздушного налета вы также можете найти убежище в туннеле или возле стены лучше находиться внутри чем снаружи желательно в помещении без окон если вы находитесь на улице и у вас нет времени искать укрытие следует лечь на землю желательно свернувшись калачиком в углублении или в канаве покинуть убежище можно только тогда когда прозвучит сигнал отбоя тревоги также не нужно исключать что возможно вам придется покинуть этот район из-за угрозы военного нападения есть инструкция о том как остановить кровотечение есть инструкция например по гибербезопасности и на случай возможного теракта кроме того существует инструкция на случай экстремальных погодных явлений и инфекционных заболеваний в случае ядерной атаки или нападение с применениями биологического или химического оружия шведам рекомендуется действовать также как случае нападения с воздуха кроме того в шведам рассказали какими продуктами нужно запастись это конечно сухие продукты консервы богатые белками и углеводами продукты также нужно иметь под рукой источники быстрой энергии какие-то протеиновые батончики сухофрукты и и обязательно нужно запастись водой из расчета два литра в сутки на человека и один литр для приготовления пищи с этими запасами вы должны продержаться неделю если вдруг помощь официальных лиц будет недоступна я надеюсь конечно что эти инструкции нам не пригодятся но желая мира готовься к войне предупрежден значит вооружен после нападения россии на украину в разных частях финляндии возросла подозрительная активность направленные против важной инфраструктуры критическая инфраструктура включает в себя например информационные системы объекты социальной сферы детские сады и школы транспортные пути системы водоснабжения системы энергоснабжения финляндия возросла подозрительная активность месяц назад например вблизи от аэропорта йоэнсу и пограничной егерской роты северной карелии были перерезаны кабели шести различных щитов с оптоволоконным оборудованием по данным полиции был нанесен значительный ущерб не так давно была попытка проникновения в водонапорную башню в тамперы летом повалили вышку сотовой связи был перерублен один из поддерживающих тросов это же можете себе представить вышка сотовой связи сама по себе она не могла упасть перерубили трос свалили беспокойство финнов по поводу безопасности стране возросло из-за войны на украине и это можно увидеть по количеству обращений в полицию по поводу подозрительной активности и в безо всяких войн ежегодно финны и подают в полицию и другие органы тысячи сообщений о подозрительной активности направленной против важной инфраструктуры и число контактов увеличилось в начале 2022 года после нападения россии на украину и рост обращений продолжается только в полицию безопасности поступает более чем в два раза больше сообщений чем до полномасштабной войны уведомления в полиции и в полицию безопасности чаще всего связаны с наблюдением за транспортными средствами за гражданами за дронами вблизи важных объектов инфраструктуры например вблизи объектов водоснабжения и электроснабжения полиции также сообщаются о фотосъемке взломах или вандализме в отношении критически важных объектов инфраструктуры гражданин сам не нуждается и не должен оценивать характер и значимость угрозы это прерогатива власти полиция призывает граждан не стесняться и сообщать о подозрениях все замечания приветствуются и актуальны они играют центральную роль в формировании общей картины ситуации задача полицейских аналитиков оценить значимость обрывков информации объедините их в нужный контекст говорится представитель полиции есть подозрения в случае острой ситуации звоните в номер экстренной помощи по номеру 112 полиция призывает граждан сообщать если они заметят необычную активность вблизи объектов вода и электроснабжения оценка выводов это задача властей даже казалось бы небольшое наблюдение может иметь значение если оно сочетается с другой информацией доступной властям информацию можно сообщить полиции через сайт через интернет а можно обратиться в полицию безопасности у них есть специальная форма по которой вы можете сообщить о своем наблюдении анонимно будем бдители друзья ну а на этом дорогие друзья я с вами прощаюсь благодарю за внимание и до новых встреч украинских аналитиков